Государственный флаг и Знамя Победы появились в мемориальном комплексе Победа ровно в 10 часов. По традиции, торжественный митинг, посвященный самому важному и значимому празднику, открыли воспитанники Уваровского кадетского корпуса – потомки героев той страшной войны, многим из которых было не суждено вернуться с полей сражений. Сохранить память о бессмертном подвиге миллионов соотечественников, благодаря которым 76 лет наша страна живет мирной жизнью и остается великим государством – священный долг каждого, отметил глава города Владислав Денисов, открывая торжественный митинг. Со знаменательной даты 9 мая 1945 года прошло очень много времени, но и сегодня этот день объединяет нас, делает нас сильными, суверенными, что позволяет нам преодолевать все трудности, которые возникают на нашем жизненном пути. И наша с вами обязанность – передавать новому поколению, поколению победителей, уважение к этому дню и быть достойным памяти наших героев, быть, как они, и воплощать эту память в труде на благо Родины. Несмотря на дождливую и ветреную погоду, Великий праздник объединил представителей и руководства города, трудовых коллективов, общественных ветеранских организаций, молодое поколение. Всех тех, кто готов снова и снова склонять голову перед бессмертным подвигом народа-освободителя, народа-тружника. Когда посвечали в начале войны священные слова, вставая страна огромная, и страна встала, как монолит. И уже слова «есть такая профессия Родины защищать», она уже определилась большим смыслом. Потому что все, начиная от детей, взрослых, любой профессии, любого вероисповедания, встали на защиту, не щадя себя. И мы помним, какой ценой далась эта великая победа. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. У каждого, кто пришел в этот день к Вечному огню, своя история Великой Отечественной, которую они с особым трепетом хранят и передают из поколения в поколение. В моей семье история трагическая, можно сказать. Мой родной дядя ушел на фронт в 18 лет. Не дожил до побед всего несколько месяцев. Он был мединструктор, санинструктор. Вынося бойцов с фронта, был ранен в голову. Через два дня скончался, захоронен в братской могиле на территории Германии. Он у бабушки был пятым сыном в семье. И она прожила до 78-го года. Она очень горевала, что не может попасть на его могилу. Мой отец участник войны. Я в семье последняя. Он умер уже в мирное время, в 76-м году. Тоже с честью прошу. Награды имел за дяди Кенисберга. Я вспоминаю своих погибших дедушку. Один у меня погиб, без вести пропал. Василий. А второй... Нет, он тут уже умер. Никита. Для меня это лично, да, волнительный день. Люди должны помнить эту войну, чтобы заново этого не было. Потому что вот эта война была самой страшной. В память погибших почтили минуты молчания. Затем глава города Владислав Денисов вместе с руководителем поискового отряда «Невидимый фронт» Антоном Уваровым возложил цветы к памятнику солдату. Церемонию продолжили трудовые коллективы, учащиеся горожане, которые несли цветы к вечному огню памятнику солдату монументу «Танк». Благодарность за подвиг советского народа во имя нашей великой страны, во имя ее настоящего и будущего. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, НашГорд.